Субтитры делал DimaTorzok Эксперты, люди, которые предоставляют разнообразные номинации и во многом будут судить проекты, которые к нам приходят. Сегодня мы перемещаетесь, как вы видите, по фону и у меня, и у моего прекрасного собеседника Лехи Пестрикова в Волгоград и в студию «Кефир». Как я говорю, если посмотреть на «Кефир», «Кефир» — восклицательный знак. Леха, привет, как дела? Привет, Леша, привет. Как дела, как погодка? Слушай, отлично. Погода, как видишь, тоже очень неплохая. Ушло то, та лондонская весна ушла от нас и наступила наконец-то классная южная волгоградская весна. Всем привет. Да, скоро лето. Я для того, чтобы немножко разговориться, просто обязан у тебя выведать этот вопрос. Правда ли, что в Волгограде летом настолько здоровые комары, что им можно занести в торец, но в принципе можно и схватить сдачи? Я должен знать. Ну, здесь на самом деле не столько комары, сколько мушкара местная может тебя просто поднять и унести, как много ты бы не весил. Хорошо, хорошо. Я, кстати, был в Волгограде, был в гостях, очень хорошо, тепло принимали. Город замечательный, если кто не был, всячески рекомендую к поездке. Хорошо, ну, давай потихонечку разговариваться и приступать к нашей основной повестке, так сказать, данного интервью. Опять же, напоминаю, мы стараемся как, в общем-то, поговорить и об интересных личностях, так и компаниях, которые эти личности представляют, так и рассказать что-нибудь полезное всем тем разработчикам и людям, начинающим в индустрии, которые нас слушают. Давай начнем, пожалуй, с тебя и компании Кефир, и тебя и компании Кефир вместе. Я, насколько я знаю, ты чуть ли не с первого дня, с самого начала, да, то есть, как бы ты прям совсем-совсем со старта. Ну, не с самого старта, да, но достаточно давно уже в компании, 7 лет было в прошлом году, только начинаем на самом деле, все на позитиве, все на максимальном подъеме, так что сдавать абсолютно не собираемся. Хорошо, а ты вот, ты занимаешься бизнес-девелопментом в компании. Насколько я знаю, ну, вообще везде это немножко разная история, то есть, как бы, что эти люди делают. Чем конкретно занимаешься ты в Кефире? Я в Кефире работаю как раз-таки с удаленными командами, ищу ребят как одиночных разработчиков, так и целые команды для того, чтобы либо, если им понравится такая идея, они примкнули к семье Кефира, либо, опять же, работать как-то удаленно с ними, делать какие-то совместные крутые проекты. Это конкретно моя задача. Есть у нас отдельный человек, который занимается работой еще с платформами. Ну, вот, по долгу службы, да, мы с тобой общаемся, хотя ты представляешь целую большую платформу в последнее время. Ну, говоря о подолгу службы, я как-то часто спрашиваю своих собеседников, где служил, с какого района, спортсмен ли ты, ну, так, просто на всякий случай. Ну, это все южные, да, это все южные привычки. У нас тут повсеместно такое. Насколько я знаю, тоже общаясь с нашими многочисленными коллегами в индустрии, в общем-то, Кефир-то в первую очередь известен, если говорить о таком олдовом легосе, в первую очередь как компания, которая выпустила суперапличную игруху Тюряга до этого, а из последних тайтлов Last Day on Earth, да, ну, то есть, насколько мне известно. Я уверен, что игр было больше, и я уверен, что сейчас у вас в планах там еще куча всего. Ты можешь вкратце рассказать о том, какие игры выпускались, на какие платформы, куда вы смотрите сейчас, и вот говоря о студиях, с какими студиями вы там, например, уже сотрудничаете? На самом деле, да, наверное, очень такой первый и сильный успех был у нас в социальных сетях с игрой Тюряга, но мало кто знает, что это на самом деле была даже не первая игра, которую мы делали. До нее было две еще игры, мало известных, да и что их поминать-то теперь. Но, тем не менее, из одной из них в итоге Тюряга-то эволюционировала. В итоге на социальных сетях, да, в социальных сетях произвела в свое время достаточно большой фурор, имела успех, поставила некоторые рекорды. В общем-то, за ней появилась целая там масса клонов. Мы делали похожие проекты в других сеттингах. Они у нас, в общем-то, тоже достаточно неплохо себя продемонстрировали. Понятное дело, что не так, как первоисточник, но нам такого-то и не надо было. В какой-то момент, да, мы поняли, что социальные сети уже немножечко не то, что нам нужно, и мы бы хотели и большего охвата, и больше каких-то амбиций нас терзали. Так что мы решили попробовать себя вот в мобильном геймдеве. Один из первых проектов, собственно, который у нас получился, это был Last Day. Зарекомендовал он себя очень неплохо, скажем так, с первых дней. Безумное количество трафика, сумасшедшие показатели, поэтому мы всеми силами его начали поддерживать. И вот уже приложение три года буквально позавчера исполнилось, а он еще не собирается сдаваться. И все еще нас радует, все еще мы его поддерживаем, и планов там не на год даже вперед еще. На самом деле мобильных проектов у нас еще вводится несколько. Вот буквально в тот момент, пока мы с тобой разговариваем, ребята планируют выпускать еще один проект, тоже на мобильную платформу. Мы о нем, наверное, заявим чуть-чуть попозже, когда получим первые цифры, когда справимся с первыми проблемами. И тогда уже можно будет о нем подробно и интересно рассказать, что это вообще такое, и почему мы называем этот проект достаточно экспериментальным, по крайней мере для кефира. Собственно, вот такая, да, небольшая ретроспектива на тему того, что было, и небольшое описание того, что происходит сейчас. А если говорить про наши планы, и про наше будущее, и про ребят, которых мы ищем, то здесь все тоже на самом деле просто. Когда-то, опять же, делая первые попытки и первые шаги в социальных сетях, мы поставили для себя задачу быть первыми во всех топах. С Тюрягой нам это удалось, мы держались там достаточно долго, и там буквально до последних дней из дыхания Тюряга все еще находилась на достаточно высокой позиции в списке игр. Далее мы поставили себе задачу повторить то же самое, но уже для мобильных платформ. Вот Last Day был одним из наших первых шагов, достаточно неплохих. Не все вершины мы взяли пока еще, не все показатели, которые мы хотели бы получить, мы получили. Но, тем не менее, я думаю, следующими проектами на мобильной платформе мы этого добьемся. И дальше, так как мы не стоим на одном месте и всегда стараемся добиваться чего-то большего и ставить для себя какие-то супер амбициозные задачи, дальше уже мы будем замахиваться на большие серьезные платформы, ПК, консоли и так далее. Поэтому, ребят, мы ищем сейчас независимо от их экспертизы, независимо от платформ, с которой они работают и работали раньше. Мы ищем смелых, талантливых ребят, которые на самом деле не боятся показывать что-то новое, не боятся делать классные проекты, не любят кого-то клонировать или копировать, а хотят добиться чего-то самостоятельно. Мы можем предложить им интересные идеи, мы можем предложить им интересные решения и посмотрим, что они нам смогут предложить дальше. Я, к слову сказать, у меня знакомый один товарищ, как многие, знаешь, прогрессирует в геймдеве с совершенно неожиданных мест. И он, короче, недавно что-то сел на Unreal, начал там блюпринты копать. И, короче, он судмедэксперт. Ну, так. А у нас дело в том, что в игровой индустрии настолько часто любят слово экспертиза, что он, короче, вздрагивает все время. Он говорит, я, говорит, вроде бы поменял профессию, говорит, но вот это, говорит, меня тревожит. Вот, слушай, ну... Кстати, о профессиональной деформации. Здорово. А вот кефир, короче, ну, с моей точки зрения, это компания, которая прям по периоду своего возникновения, по успехам, многие из которых ты перечислил, ну, вы реально оказались прям вот на острие этого всего перехода между сошелом и мобайл, насколько я понимаю. И вы, ну, вы разбираетесь в обоих платформах прям реально хорошо, об этом говорят и цифры там, и все остальное. Тяжело было переходить на мобайл из сошелом? На самом деле, да, была небольшая проблема, которая в свое время была характерна для многих разработчиков. Ребята, которые очень неплохо зарабатывали в социальных сетях с большим нежеланием и неохотой пытались пересаживаться, собственно, на мобильное. Потому что, ну, в общем-то, деньги и так есть, там до закрытия флэша оставались какие-то призрачные перспективы, будет ли это когда-то вообще-то или нет. И на самом деле, да, мы тоже довольно сильно себя старались перебороть и выпускать первые проекты на незнакомой для нас еще на тот момент платформе, потому что понимали, что, ну, в общем-то, шаги нужно делать вперед, сидеть на каких-то там своих условных сокровищах. Это не для нас. Нам всегда интересно делать там что-то новое, что-то интересное, что-то крутое, чего никогда не получалось. Первый проект, опять же, да, если мы не говорим про Last Day, первый проект, который у нас был на мобиле, это Forge of Glory, там достаточно такой тоже специфичный пазл. На нем мы обкатали какие-то решения, на нем мы вообще условно научились собирать билды какие-то и заливать их на платформы. Да, там условно потренировались наши маркетологи покупать трафик. Ну, то есть это действительно прям был первый при первый шаг. При этом сам Forge of Glory, конечно же, выстрелил не так сильно, как Last Day или как Тюряга там условно в свое время, если пытаться транслировать какие-то успехи. Но все наши проекты всегда окупали свою разработку, всегда были достаточно популярными. В общем-то, мы стараемся, по крайней мере, каких-то там ошибок не делать и на какие-то грабли не наступать. Есть у нас какой-то опыт, да, который мы там несем еще с социальных платформ, и вот его многие вещи можно перенять там и для мобильных, например. Что такое популярная мобильная игра сейчас по рынку? Ну, так, можно в цифрах, можно в ожиданиях и так далее. Ну, потому что я знаю, что общаясь, опять же, с совершенно разными сферами там на рынке, да, то есть как бы я понимаю, что, условно говоря, у начинающего разработчика, среднего разработчика и у состоявшихся компаний, это, ну, я не говорю об инвесторах, там, издателях, у всех это какое-то разное некое понимание, да, то есть как бы есть какие-то общие мерилы, которые определяют, ну, условно, стоит ли игру продолжать развивать, там, заливать в нее, там, трафик, там, раскручивать, делать апдейты, или нет, или нужно просто прекратить и пробовать что-то другое? Слушай, ну, мне кажется, это все достаточно индивидуально для проекта и для команды, которая его делает. Многие команды, условно, работая в ноль и любя, там, тот продукт, который они пытаются поддерживать, для них и это уже хорошо. Если говорить, там, конкретно про нас и про нашу экспертизу, то для нас популярная мобильная игра – это миллион долларов в день. Вот мы, когда добьемся такого результата, мы будем смотреть уже на другие платформы, потому что поймем, что, в принципе, мы добились поставленных задач. Такой, это, ваш рудник исчерпан, да? То есть, как бы, время оплетать следующий рудник, потому что раз миллион в день уже. Нормально, нормально, отлично. Слушай, а вот ты вот упомянул, типа, в нашем маркетологе, вы стараетесь в инхаус, да, внутри компании держать всю инфраструктуру? То есть, вы, как бы, на сторону особо не заказываете ничего? Да, на самом деле. Ну и понятно, понятно, вы сами себе издатель, да? То есть, вы издаете самостоятельно всегда свой продукт. На самом деле, да, стараемся по максимуму оставаться самодостаточными, скажем так. У нас своя маркетинговая команда достаточно большая и, ну, достаточно опытная уже, скажем так. У нас своя команда аналитики, тоже крутые ребята. Ну и, собственно, все производственные нужды, которые у нас есть и по графике, и по коду, мы закрываем своими силами, стараясь ничего никому не отдавать. Бывают моменты, когда что-то там по мелочи мы заказываем. На самом деле, это, опять же, исходит немножко от нашего стиля работы. Если, опять же, там, посмотреть на игры и покопаться, то есть, много я в свое время слышал истории о том, что Last Day, в общем-то, не несет ничего нового, и непонятно, почему люди в него играют. Когда Last Day создавался, ребята в самой первой команде, их там было совсем немного, они старались сделать настолько классную и атмосферную игру, в которую люди действительно поверят. И, ну, ты сам знаешь, ты играешь в кучу игр, и, опять же, вся атмосфера складывается из мелочей. Поэтому, опять же, заказывая, условно, какую-нибудь графику на аутсорс, у нас есть куча исправлений по итоговому результату. Потому что, ну, ребята, которые, опять же, привыкли работать по-своему, чего-то не хотят, не то что не хотят делать, они не понимают, зачем это нужно. Зачем там нужно потратить, условно, полдня на допил какой-то небольшой комнаты, в которую игрок все равно не зайдет, почему бы не оставить как есть. И вот из-за этого, скажем так, мы стараемся максимально внутри оставлять все производственные вещи, потому что ребята, которые работают у нас, они уже знают, они уже понимают, что от них нужно. Они понимают, какие мелочи и до какой степени нужно шлифовать, и зачем это вообще нужно. Слушай, ну, интересно, хорошо. Ну, я, кстати, про Let's Day of Us. Мы были на Gamescom, и вот Леха подарил мне футболку, как у нас принято, как известно в игровой индустрии, дарить друг другу футболки с разным мерчом компании друг друга, вот, логотипами. И я, короче, приехал домой, что-то делаю, у меня ребенок увидел, скачал и вот играл в Let's Day of Nerves, короче. Вот, и ему нравятся всякие выживальные игры. Я как рассказываю часто на стримах, у меня у ребенка два направления мысли там примерно. Первое это Roblox, всякие там Minecraft, короче, и вот это все, где он с друзьями общается, с кентами со своими. Вот, а так вот именно играет, играет он в Minecraft, и он, кстати, вот поиграл какое-то время, ему было интересно. Но он уперся в некую какую-то кривую сложность, сказал, потом поиграю, пока мне сложновато, короче. Пошел и построил в Minecraft какой-то аэродром очередной, без чертежей. Ну, дети сейчас такое. Вот, а по поводу, кстати, вот сотрудничества и подобных коммуникаций, о которых ты упоминаешь. Я, насколько я знаю, у вас есть успешные, ну, типа, кейсы в взаимодействии с внешними студиями, но вы как одни из самых известных индустриальных оригиналов, у вас тоже тут все как бы нестандартно, да, то есть там по взаимодействию с разными разработчиками. Ну, потому что на рынке-то как? Или издал, или купил, ну, зачастую. То есть так, по-хорошему. Или там как-то там инвестировал. Вы по-другому, там, более творчески, я так понимаю, подходите к этому моменту, вы там как-то партнеритесь там, и так далее, да? Можешь подробнее рассказать? Ну, потому что я знаю, что многие компании, там, небольшие даже, им было бы интересно обсудить там возможное сотрудничество с вами, но они не очень понимают, как бы, как работает принцип вот этого всего. Коллабизация, назовем это так. На самом деле, да, ты затронул такую достаточно толстую тему, и подготовься сейчас к моему монологу минут, наверное, на 40. То есть это выйдет во всем наше интервью. Да, на самом деле, на самом деле, мы никогда не ставим какого-то четкого, вот, до миллиметра выверенного ТЗ, которое нужно исполнять по шагам. Первые наши попытки, на самом деле, работать с ребятами на аутсорс-графике заключались в том, что, собственно, для них было задание. Вот поиграйте в нашу игру, посмотрите, какие есть там, условно, там, зомби, да, сколько их разновидностей есть. И вот просто подумайте, каких зомби, по вашему мнению, там не хватает, потому что нам было бы интересно, чтобы ребята не выполняли наше задание, а просто пытались сделать с нами что-то действительно крутое. Когда мы делали уже там большие проекты, скажем так, тоже пытались делать с какими-то командами внешними большие какие-то проекты, мы всегда искали людей, которые любят и играют в игры, потому что невозможно прописать, ну, условно до мелочей, как должен работать контроллер движения какой-нибудь. То есть, насколько там важна инертность для этого, как там нужно стрелять, как нужно прицеливаться и прочие вещи. У тебя ребята, которые должны это все сделать в итоге, они должны понимать, как это в играх работает, в каких конкретно играх это работает хорошо, а в каких играх это работает не очень хорошо и знать почему. Иметь тысячу примеров на это и, там, условно, наиграть по сотне часов в каждый из представленных вариантов, чтобы докопаться до того зерна и понять, почему вот тут вот это классно и чувствуется это действительно хорошим управлением, а вот тут это какая-то непонятная фигня на резинках и шарнирах, которую ты вот пытаешься двигать, и это все не работает. И поэтому в работе с удаленными командами мы всегда ценим даже не столько там условно профессионализм или какой-то опыт или какие-то крутые проекты, которые есть, потому что, опять же, ну, здесь немножко прорекламирую ребят из Epic Games, которые, если вам что-то понадобится, обязательно предоставят нужную экспертизу и расскажут, как делать, что делать, и там чуть ли не помогут, стуча по клавиатуре по пальцам за вас. Никогда никто не даст тебе вот этого вот понимания и объяснения, почему это должно играться так, почему это хорошо и почему плохо. Вот. Из-за этого мы действительно смотрим больше на команды, которые не то что делают игры, а участники которых играют и любят игры, потому что если посмотреть на нас, опять же, на Кефир, мы, когда собирались, мы не столько умели делать игры. У меня была одна экспертиза, геймдизайнеров у наших была другая экспертиза, у художников вообще была непрофильная экспертиза. Тем не менее, мы все любили игры, и мы проводили там множество часов, играя в игры. И поэтому, когда мы что-то делаем, мы делаем это хорошо. Потому что, опять же, есть вот именно экспертиза не производства, а экспертиза играния, я не знаю, как это сказать правильно. Вот это именно, да, то зерно, которое мы в командах, с которыми хотим работать, всегда ищем. И если у них есть понимание области, в которой они есть, если условно мы делаем какую-то там, какую-то мобу, это значит, что у каждого геймдизайнера наиграно по 10 тысяч часов в доте, или там еще где-то. Если мы делаем там шатаны, это значит, что у нас там художники все переиграли в Counter-Strike, а все программисты катают Warzone по вечерам. Так что, ну, по-другому нельзя в этой индустрии. Ну да, я, кстати, вот скажу многим по этому поводу еще, что мы с Алексеем знакомы давно и, понятно, что дружим тоже, работаем вместе там по определенным проектам, назовем это так. Леху не проведешь, потому что играет он много и постоянно, и он такой, он сам нашпилил, короче, тысячи часов, и в случае чего, может, не будучи никаким геймдизайнером и продюсером, подрассказать, как там правильно. Что у тебя сейчас, кстати, основное влечение? Warzone-шик или что ты делаешь сейчас? На самом деле, да, поварзонил, поварзонил маленько, уже немножечко отпустило, но прям годно, интересно, понравилось. По самознащей рекомендации залип в Days Gone и вот сейчас пытаюсь, да, в сюжетку дойти, попутно зачищая лагеря, уничтожая гнезда. Давненько, да, на самом деле в свое время пропустил, не знаю, почему, возможно, потому что времени не было, а сейчас вот какое-то затишье и что-то никто ничего не выпускает, а времени свободного появилось чуть более, чем нужно. Поэтому вот решил восполнить какие-то старые пробелы. Ну, да, знаешь, это как, я, кстати, обратил внимание, что когда ты пытаешься кому-то объяснить Days Gone, он звучит как симулятор советского хулигана. Но он реально такой, знаешь, такой уничтожаешь лагеря, разоряешь гнезда, такой там, обижаешь комсомолок, свистишь вслед там такой, знаешь. А вот это, вот это все. Игра очень хорошая при этом. Она медитативная, у нее абсолютно деревянный сюжет, но местами, но при этом она играется очень круто. То есть она прям хорошая. Поэтому всячески рекомендую всем. Да, Леха, и, собственно, вопрос какого характера. Я, опять же, ни в какие рамки не лез, потому что конкурс вот конкурсом. И я там тоже вроде в организации, но ни я, ни все остальные не знают, что это за вторая секретная номинация от Кефира. Но потому что есть там грант за лучшая версия по мнению компании Кефир игры на 10 тысяч. Есть 10 тысяч, которые вот, типа, секретная номинация. Что это такое вообще? Что там? Что происходит? Такой вопрос у меня. Да, на самом деле, на самом деле не хотели делать вторую номинацию, какую-то конкретную, потому что не хотели проектов, заточенных конкретно под нее. Иногда это видно и выглядит не очень красиво, и не хотелось бы, ну, там, условно порадовать какую-то команду, которая не пыталась сделать классный продукт, а просто так очень неплохо подгадала под конкретные условия. Поэтому, ну, вторая секретная номинация, мы условно будем называть ее «Удиви меня». То есть, да, кто-то скажет, ну, ведь, типа, удивительная и крутая игра, и там, с интересным геймплеем, это же оно и есть лучшая игра. На что я могу парировать? Все-таки лучшая игра, если мы говорим, там, о лучшей игре по версии Кефир, обладает целым рядом каких-то факторов. То есть, есть условия обязательные, есть необязательные, но условно она должна быть достаточно сбалансированной, иметь, ну, там, грубо говоря, если мы рассматриваем в фри-ту-плей какие-то возможности для монетизации или еще что-то, какие-то параметры, которые мы будем оценивать в общем, скажем так. А вот эта вторая номинация, которую мы назовем «Удиви меня», здесь мы будем рассматривать конкретно какие-то интересные и крутые, и нестандартные решения, либо целиком проекты, либо еще что-то. В общем, то, действительно, на что мы обратили внимание, но то, у чего не хватает потенциала немножечко, или не хватает вот конкретно каких-то стартовых, скажем так, условий для того, чтобы стать лучшей игрой по нашей версии. И немножко нас заинтриговать. Хорошо. Вот, кстати, возвращаясь немного назад, а ты-то на мобилах-то сам играешь, потому что я знаю, что ты на ПК на консолях в основном, в основном на ПК вообще, да, у тебя основная платформа, конь, боевой, компьютер персональный. Что у тебя по приставочкам и по мобилам? Ну, на самом деле, да, большинство, наверное, каких-то неэксклюзивов проходится на ПК, потому что, ну, исторически так сложилось больше, скажем так, привязанности к этой платформе. Но, тем не менее, никогда не пропускаем и то, что крутое выходит на плойке, и есть и Xbox, и Switch. И, в общем-то, все, во что можно играть, мы играем. И если, опять же, у нас, ну, это философия кефира, скажем так. Если у кого-то чего-то там дома нет и не хватает, у нас куча игровых комнат на каждом этаже, где можно в свободное время, либо там после работы прийти и залипнуть там с другом условно во что-то. Плюс, опять же, да, если немножко там прорекламировать условия работы в кефире, у нас есть, на самом деле, в последнее время целый день под это мы выделяем. Мы достаточно давно и относительно успешно перешли на 4-дневную рабочую неделю. Относительно успешно, потому что вроде как каких-то отрицательных сторон мы не заметили в этом. Но времени прошло не так много, поэтому с большей уверенностью сказать нельзя. Поэтому у нас сейчас есть игровые среды, которые мы целиком выделяем на изучение новых игр. И ребята, которые приходят в офис, они играют в офисе там, опять же, либо совместно, либо поодиночке и на ПК, и на приставках, которые у нас целый зоопарк вообще имеется под любой результат. Поэтому, да, философия кефира играть, ну, в общем-то, во все. Конкретно, ну, конечно же, мы там какие-то абсолютно ненужные вещи мы там можем пропустить. Опять же, мы никогда не заставляем никого играть в то, что не нравится, потому что гораздо больше пользы, гораздо больше опыта ты чип почеркнешь из проектов, в которые тебе действительно интересно играть. И вот, ради бога, тогда занимайся этим. Вот. Ну, а на мобильных платформах, конечно же, играем, потому что, опять же, возвращаясь, да, к нашему с тобой диалогу вот только что бывшему пару фраз назад, нельзя сделать классный и успешный продукт, если ты не знаешь и не видишь, что делают конкуренты. Я достаточно часто встречал такое мнение, либо решение, опять же, спрашивал у ребят, которые занимаются мобильной разработкой, играете ли вы во что-нибудь еще на мобилах. И они отвечали, да нет, мы вот только в свои игры катаем, и нам этого, условно, достаточно. Мы считаем, ну, я, я и вообще, мы в кефире все считаем, что нельзя сделать действительно что-то крутое, если ты не видишь, что происходит вокруг. Поэтому стараемся быть в курсе новинок, играем, и, опять же, и поодиночке, и, там, условно, гильдии своей. У нас есть, там, и на мобилах, и, там, в какой-нибудь Lineage второй, когда выходил, мы, там, всей толпой бегали, и, там, условно, даже в Ragnarok, по-моему, мобильный, мы, там, тоже небольшой группой инициативной пытались играть. Так что, да, все есть, и ПК, и консоли, и мобилы, везде нужно смотреть, всему нужно учиться. Это самое, это прям в Lineage вспомнил, я что-то так загрязил. Ну, я думаю, что Lineage, это игра, подарившая нам, вызывающая шок, трепет и зубную боль фразу квест на профессию, как те, кто играл, те знают, особенно на вторую. Вот, поэтому, да, отличная игра. У меня, кстати, мы, я в тот момент жил в Киеве, когда пришла мода, и сначала пришла мода на линейку на вторую, а потом на Warcraft. И были, короче, такие люди специальные, которые начинали играть в World of Warcraft, который, как известно, ламповый, тёплый, ну, и более дружелюбный к пользователю. А потом их звали играть в линейку. И вот там людей трикерило и агрило просто невероятно. Потому что линейка сильно более жестокая игра, если кто не в курсе. Это игра, в которой главным развлечением было, когда тебе, как это, как у гопников, знаешь, что шкетка из-за угла подбегает, тебе, короче, типа тебя бьёт, ты его, короче, стукаешь, он убегает, бежишь за ним, а там в десятеро, короче, пацанов, да. Вот в линейке, короче, было такое правило о том, что если ты бьёшь и убиваешь чувака, ты становишься красненьким. Если тебя убивают красненьким, то твой шмот падает, его могут подобрать другие игроки. Что сейчас звучит как дичь по прочим всяким онлайн-играм и так далее. То есть вот для игроков в World of Warcraft линейка это было как в плохой район зайти. То есть там было примерно такое поощущение. Ну да, кстати, из последнего, вот мобилы, что тебе больше всего понравилось? Я Арчера, меня никто не перебил ещё из мобильных игр. По аддитивности я думаю, что это самая главная игра современности. Слушай, да, ну Арчеру на самом деле задал ещё один там виток каких-то подобного рода игр. Кучу клонов я на него вижу. И про кучу клонов мне рассказывали. И там условно прототипов я видел миллион, наверное, со схожей механикой. Ну действительно очень крутое, да, слово в жанре. Интересная вещь, хотя казалось бы, так подумай про этот диздок, когда к тебе приходит геймдизайнер и говорит, ну вот у тебя есть лучник, он либо ходит, либо стреляет. Короче, одну из двух. Вот такая вот игра, да, игра про инвалида, в общем-то. Я понял, откуда ты взял одну из шуток, которые мы недавно обсуждали под Арчера. Да, действительно такая, бинарный персонаж. То есть или так, или так. Как говорится, ходит, дышит, встал, подышал, пошёл дальше. Ну да, прикольно. Но я долго в ней играл. У меня при этом Хардстоун у меня абсолютный чемпион из мобильных игр. То есть как бы я в него 6 лет, что ли. Вот, а скажи такое, а что ты думаешь по поводу гиперказуалок вообще? Как жанр, направление, ну и ниша, да, наверное, то есть во всём этом геймдеве? Ну, опять же, да, сейчас в другую сторону разработки игр, наверное, пойдём. И я уже слышу печатание тысячи комментариев тебе на ютубчик о том, что гиперказуал не игры. И мобильные игры, в общем-то, тоже не игры. И прочие, и прочие истории. Да, я бы... Игр-то не игры тоже, это тоже известно. В целом, да. Вот когда мы палкой колесо-то гоняли по улицам, вот то были игры. А это всё ваша херня на самом деле. О чём, да, о чём мы можем сказать. И опять же, да, повторю, повторю слова Ильи Леонидовича, который моим предшественником был на первом интервью, собственно, с тобой. О том, что мы делаем бизнес. Тот, кто делает игры для себя, он не в геймдеве. Это хобби, по факту. Тот, кто много зарабатывает и может себе позволить в свободное время пилить игру, которая нравится лично ему и в которую лично он и будет играть, это окей. Это пожалуйста. Если мы говорим о игровой индустрии, как о бизнесе, о каком-то и, опять же, там, способе зарабатывания денег, то тут, в общем-то, гиперказуальные игры показывают себя, ну, не знаю, очень хорошо, по-моему, и вряд ли тут кто-то может поспорить. Да, это не очень нарративный жанр, скажем так. То есть я не видел особо сценаристов, которые бы работали на гиперказуальные игры. Но, опять же, для чего они делаются? Свою роль они выполняют. И в этом плане, рассматривая их как аспект бизнеса этого, я не могу сказать ничего плохого. Нравится ли мне играть в гиперказуальные игры? Ну, иногда бывает, когда в самолете ничего другого не остается, когда, условно, твой свитч сел, все остальное надоело, да, а все, во что ты хочешь играть без интернета-то и не поиграется в итоге, то тогда давай мячиком проходить уровни какие-то, или ножички кидать куда-то, или... Или брить кошек, там, вот это все, фр-фр-фр, звук это, прикольно, да. Ну, действительно, да, почему бы не побрить кошек в самолете? Да. Действительно, кстати, в прямом смысле этого слова. Чтобы получилась кожаная кошка в итоге. Всем понравилось. Да, я... А вот, хорошо, попробуем давай немножко в другую сторону. Ну, понятно, мы говорили, вы начали в Волгограде, вы выросли, сколько людей сейчас в Волгоградском офисе? В Волгоградском офисе чуть более 150 человек. И вот я почему говорю «Волгоградский офис», потому что я знаю, что он не единственен, да, то есть вы не только в Волгограде, вы еще есть, где вы еще есть? А мы еще есть в Питере. Ну, если мы говорим конкретно вот прям про кефир, про кефир, то мы есть в Волгограде и в Питере. В Питере у нас сидит там тоже чуть более 30 человек. На самом деле, это ребята, с которыми мы давно дружили, дружили еще со времен социальных сетей. И мы у них там были в гостях, и они к нам в гости приезжали. И вот в какой-то момент приняли решение о том, что если мы будем одной семьей, то это будет веселее. И, в общем-то, стали, да, одной семьей. Собственно, так и получилось. Поженились, короче. Ну, можно и так сказать. Хорошая такая веселая 180-человековая семья. На самом деле, да, у нас есть ребята, с которыми мы сейчас работаем там и в ближнем, и не в очень ближнем зарубежье. И, опять же, есть разные форматы работы. Кто-то кому-то нравится, кто-то захочет в итоге перейти в кефир, кому-то не понравится эта идея, и они останутся самостоятельными. Мы любые варианты работы всегда рассматриваем, и здесь как бы каких-то от нас каких-то определенных и там жестких условий никогда не было и нет. Условно, да, тот же самый наш ребята в питерском офисе, они достаточно обособлены. То есть они делают то, что нравится им. У нас нет каких-то жестких указаний о том, что вот они должны сделать там определенные вещи и какие-то там показатели нам предоставить в конце месяца. Нет, они делают, они и без этого делают крутые вещи, и без этого мы все вместе живем очень счастливо. Хорошо. Ну, хорошо, а дальше расширяться планируйте по другим городам. Вообще есть какой-то такой план или это спонтанное решение из области, ну вот как в этом случае, типа если с кем-то начали работать, там, ребята хорошие, нравитесь друг другу, такие, опа, и там сделали предложение. Или есть некий план для расширения там и так далее? На самом деле, да, если смотреть на историю наших игр, мы не то чтобы сильно такие планировщики. Условно, мы там тюрягу переделали из игры для девочек, которая называлась «Неделя моды» за две, там, с половиной или за три недели. И она там начала просто показывать безумные какие-то результаты уже в первые дни. То же самое у нас получилось с «Last Day». Сделали приложение, условно, там, за два рабочих, 60 рабочих дней, там, за три месяца, условно, буквально небольшой команды людей, и «Last Day» просто по трафику превзошел все наши ожидания. Поэтому не то чтобы мы любим и умеем что-то планировать, просто у нас так здорово все получается. В плане роста, опять же, мы посмотрим, если будет у нас такая необходимость, почему нет? Единственное, мы не то чтобы хотели, вот конкретно в Волгограде, да, сейчас возьмем какую-нибудь условную цифру, там, 250 человек, больше мы расти бы не хотели. Потому что, чем больше команда, тем больше накладные расходы на коммуникацию между отделами, на постановку задачи, там, доведение ее до каких-то уже конкретных групп. Тем больше, условно, менеджеров каких-то, а никто не любит менеджеров, как сам ты прекрасно знаешь. Тем больше, собственно, фокус... Да, я же менеджер, я в курсе. Ты в курсе, да, этого всего. Тем больше фокус не на проектах получается, он смазывается в сторону как раз-таки какой-то вот этой бюрократии, этих бесконечных совещаний, митингов и прочих вещей. Такое мы бы делать не хотели. Поэтому в Волгограде мы там не планируем расти суперсильно. Вот расти за счет каких-то обособленных команд у нас, на самом деле, есть опыт этого, у нас уже есть прекрасные результаты, есть опыт, который мы можем там перенять у самих себя же и его там дальше расширить и продублировать. Так что этот вариант мы вполне себе рассматриваем. Почему ты сказал про тюрягу, о том, что, знаешь, была неделя мода и потом оп, такая, и тюряга, да? Я подумал, что было бы гораздо опаснее наоборот, тем более существующая аудитория, значит, однажды просыпаются игроки ко мне тюряги, а там неделя мода, и вот это, наверное, удивило бы контингент на тот момент. Хотя, насколько я знаю историю игры, мы с тобой много обсуждали, там людей мало чем можно удивить было, которые играли в это и занимались разработкой, но все равно прикольно. А вообще вот тяжело в регионе сделать успешную студию, ну, субъективно, понятно, что нет какого-то объективного ответа, то есть, как бы, ну, сложно, ну, потому что есть же такое бытующее мнение, что там вот в какой-нибудь, условно, в Москве или в Питере, там, ну, если говорить о России, да, в такой, ну, как бы, как бы проще, потому что людей больше, индустрия больше и так далее. Но при этом есть достаточно много примеров успешных студий региональных. То есть, как бы, какие сложности основные и с какими препятствиями может столкнуться кто-то, кто собирается, ну, не повторить, а какой-то опыт почерпнуть из вашего развития как компании? Ну, на самом деле, каких-то запредельных проблем, наверное, и нет. Проблема для, опять же, там, для регионов, для небольших городов – это люди. Но весь, весь кор кефирной команды, изначально сложившись, это все местные ребята, которые учились в местных университетах. Не было каких-то приглашенных звезд, которые, там, потащили всех за собой, и поэтому получились классные проекты у нас. Нет. Все ребята здесь жили, у всех здесь родители, все здесь родились, собственно. Поэтому важно именно какой-то командный дух, именно желание делать что-то крутое. Важна любовь к играм. Если вы планируете делать игры, то нельзя подходить к этому конкретно вот как к методу зарабатывания денег. То есть, да, мы там чуть-чуть ранее говорили о том, что если вот мы рассматриваем, там, гейминдустрию как бизнес, конечно, да, но здесь, опять же, да, ну, только ситхи все возводят в абсолют, насколько всем известно. Поэтому тут нужно ходить по охеренно тонкому льду. То есть, здесь не нужно углубляться в какой-то бесконечный нарратив, интересный конкретно вам. И здесь не нужно смотреть на эту индустрию как на способ зарабатывания денег. Если вы будете смотреть вот именно с точки зрения каких-то финансов, скорее всего, у вас ничего не получится. Потому что для того, чтобы сделать классную игру, игру нужно любить. Нужно любить игры в принципе, нужно играть в игры и понимать, как они играются, как они делаются, что такое хорошо, в общем-то, и что такое плохо. И вот это главное. Если вы найдете таких людей у себя в городе, неважно, что там они, у них нет какого-то там фундаментального университетского образования, и они там, опять же, не могут сделать какую-то там суперсложную платформу. Поэтому, говоря о проектах, не обязательно вот тот же Арчера, да, например, взять. Это не суперсложная с точки зрения технологии вещь. Собрать ее на коленки сможет сейчас, ну, практически любой, кто там в игровом движке провел там месяц, условно, да, да даже меньше, скорее всего. Порог вхождения в индустрию очень сильно снизился в последнее время. Поэтому много людей, поэтому, я думаю, много людей конкретно там в твоем городе, где ты хочешь собрать команду. Здесь, опять же, важно, ну, идеологически, наверное, очень такое резкое слово для этого. Здесь нужно собрать именно ребят, которые горят этим делом. Вот, собственно, и все. И делать вместе с ними игры, стараться, пытаться наступать на какие-то грабли, смотреть, опять же, на отзывы, смотреть, что людям нравится в твоей игре, что-то нет. И, опять же, играть бесконечно, долго играть нужно. Слушай, а у меня вопрос такой отвлеченный. Ты специально футболку с NASA одел или это случайно получилось? Ну, потому что мы оба сидим с логотипами NASA, у тебя футболка, у меня NASA Test Pilot, короче, на шапке. И такое ощущение, что космическая индустрия каким-то образом имеет отношение ко всему этому. Я такой думаю, что ж такое? Ну, да, прикольно получилось, интересно. А потом, я думаю, вместе будет смотреться вообще огненно. Хорошо, а вот ты затронул интересный очень момент, который по поводу порога входа, да, раньше и сейчас. Ты считаешь сейчас проще, чем было там 7 лет назад, условно? Вообще, начать разрабатывать игры, собрать людей каких-то, как-то войти в индустрию, назовем это так? Да, сейчас стало не то, что сильно проще, сейчас стало, я не знаю, кратно, на порядке легче сделать что-то свое. Просто смотря на то, что умеют игровые движки современные уже из коробки, и то, что приходилось для достижения подобных результатов делать там, ну, условно, даже не то, что 20 лет назад, да даже там 5 или там 7 лет назад, это грандиозный шаг вперед. И, ну, опять же, да, я говорю это не просто как, чтобы кого-то там прорекламировать или кого-то куда-то направить. Я, у меня все-таки немножко техническое образование, и в кефир я приходил в свое время как программист, и, собственно, да, эту небезызвестную и не единожды упоминаемую сегодня тюрягу я, собственно, и программировал. Поэтому я прекрасно знаю, что, да, что можно было получить раньше, потому что с этими же движками я там имел дело, когда мы делали что-то на флэше, понятно, там уже нужно было что-то новое изучать и что-то новое там планировать, и с движками я там работал и общался в свободное время. И то, что они умеют сейчас, это вот действительно очень крутая вещь, абсолютно снизился, как мы уже сказали, порог входа, и тут даже не то, что какие-то сверх специфичные, узкоспецифичные знания нужны. Здесь сейчас, мне кажется, нужно только желание. Куча туториалов, хочешь так, хочешь так, вот тебе книги, вот тебе тут какие-то еще вещи, делай, пожалуйста. Я даже не знаю, что сейчас может остановить от этого. Ну да. Нет, ну просто есть такое распространенное мнение, оно всегда есть, знаешь, когда с людьми там чуть помоложе разговариваешь, и они такие, вот, раньше было легче, типа, там, такой, нет, раньше ничего не работало, просто, раньше в принципе ничего не работало. Но там были прекрасные же времена, когда ты еще на ПК разрабатывал первые билды, надо было с собой системник возить, чтобы точно быть уверенным в том, что оно запустилось. Это вот это, как системникам на поезде тарахтишь, короче, в Москву показывать, значит, системник и игру, а потом обратно тоже с системником. Но такие были времена, да, достаточно интересные. Слушай, ну круто, я бы спросил тебя по поводу того, что вы собираетесь сделать на Unreal, но я же понимаю, что будет как с номинацией, там будет ответ, секретный проект или что-то вот в этой области. Поэтому пусть это будет для нас для всех сюрпризом. Ну и, насколько я понимаю, поправь меня, если я не прав, вы отчасти принимаете участие в конкурсе и смотрите на команды с перспективными проектами, чтобы, возможно, с ними посотрудничать, там, в плане работы, там, и с бешком, и с какими-то, как ты говоришь, другими платформами. Потому что я хотел бы акцентировать этот момент. Для многих вы, ну, социально-мобильная компания, прям, и то, что вы разрабатываете и смотрите в сторону ПК и консолей, это аспект, который хотелось бы раскрыть. Расскажи немножко по поводу планов, там, ну, помимо того, что вы закончите деплитить мобильный рынок по миллиону в день, и потом будете делать то же самое с консольно- и ПК-шным рынком. Куда смотрите, кого ищите, в какие платформы, там, игры, в каких жанрах, что интересно, то есть что-нибудь в такой области? Мы на каждой, наверное, конференции и на каждом каком-то контесте, помимо основных призов, которые предоставляем, мы всегда ищем, ну, условно говоря, новые таланты. Мы всегда ищем ребят, с которыми можем запартнериться, с которыми можем предложить какие-то интересные решения, которые могут помочь нам сделать что-то новое и крутое и, собственно, вместе, ну, действительно делать интересные игры. Мы не особо это афишируем всегда, но, опять же, я уже немножко говорил у мужиков в подкасте об этом, пристальным взглядом с таким хитрым прищуром на всех смотрим и в случае чего обязательно сразу же подбегаем, хватаем со спины и нежным голосом предлагаем проехать с нами, собственно, в Волгоград. Хорошо, так а про платформы? В ПК-консоли есть какие-то жанровые предпочтения? Ну, смотри, хорошо, я попробую по-другому сформулировать. Справедливо ли мне будет считать как разработчику, что на основе успеха ЛСД и Норс вам будет интересно какая-нибудь выживальня на ПК или на приставках, ну, там, типа хардкорная такая вот и так далее? Или не нужно ограничиваться такими соображениями? Здесь не нужно ограничиваться, действительно, мы, конечно, там не особо смотрим и не особо приветствуем какие-то узкие вещи типа, там, хорроров и прочих супернаративных вещей, но каким-то определенным жанром, определенным каким-то направлением не ограничиваемся. То есть мы действительно можем рассмотреть, как ребят, которые делают упрощенную там аркаду для детей, но видно, что они делают это с любовью и делают это классно, и там настолько интересный и захватывающий мир, и что вот эта вот, вот эта вот их любовь к играм можно перенести в принципе на любой проект, который будет им интересен. Точно так же мы будем смотреть на ребят, которые делают какой-то там серьезный шутан с кровь в кишке и всех там размотало по уровню и прочие вещи, как на ребят, которые будут делать какую-то там прикольную игру, возможно, ну, просто так пальцем в небо из потолка, возможно, про Сталина, который там воюет с марсианами, но делают это с большой любовью, скажем так, с вниманием к деталям, к мелочам, и делают это с классной атмосферой, и действительно там гордятся, любят свой проект. Слушай, а твой псевдоним, ну, в смысле Сталин, там очевидный ответ, почему Сталин, да, потому что Сталинград или что-то глубже там есть, вот стоящее за этим? Я должен был спросить, но мне, я думаю, всем интересно, потому что тут как ни крути, а все пойдут, я буду оставлять ссылки там на твой фейсбук, и везде Алексей, везде Алеша Сталин, то есть, как бы, вот это, расскажи, как так получилось. Да, здесь, опять же, решает наследие, небольшой реверанс в сторону истории, ну, и, опять же, да, немножко рассказывал по поводу того, что вот он, отец народов, он был, конечно, строгим, но справедливым, вот стараюсь так же вести, да, свои дела. Хорошо. Ладно, продолжим аналогию странностей и интересных индустриальных баек про кефир. Учитывая, что у нас обоих НАСА тут, как бы, написано, опять же, кефир, компания кефир участвовала в запуске ракет, насколько я понимаю, в космос. То есть, что это вообще такое было и что это за акция? И чем это продолжилось там, я не знаю, вы что-то исследовали там уже, как, что, расскажи подробнее, интересно. То есть, был такой, да, период у нас, на самом деле, не совсем ракеты и не совсем в космос, это были зонды, которые мы делали вручную и запускали их не туда, куда многие могли бы подумать, а в стратосферу. Если кто-то, да, там сильно далек от какой-то космической темы, стратосфера, это не самые высокие слои атмосферы. Воздух там есть еще, хотя он достаточно сильно разряжен, но это какая-то минимальная, скажем так, высота, с которой можно увидеть, что земля на самом деле круглая, кто бы что ни говорил. Это все возникло у нас как какое-то дополнительное хобби для наших ребят. В какой-то момент там, когда нам, опять же, там нечего было делать, каким-то жарким летом, решили мы устроить выезд на природку и вот совместить его с чем-то интересным, чего мы никогда не делали. Ребята, которые этим занимаются достаточно давно, предложили свои услуги. Мы с ними достаточно быстро придумали интересный формат, когда все наши ребята кефирные делились на группы и делали своими руками действительно зонды для того, чтобы запустить их в стратосферу. Они там были увешаны кучей камер и датчиков, чтобы делать и фотки, чтобы потом это было, можно все найти. В итоге там уехали достаточно далеко от города. На рассвете, ранним утром все это запускали на огромных таких баллонах. Ну, опять же, если это кому-нибудь будет интересно, я с удовольствием потом расскажу. Просто сейчас про всю технологию запуска, наверное, рассказывать не очень здорово будет. Шары в итоге наши, да, улетели практически на 40 километров вверх и километров, по-моему, на 300 от точки запуска ветром их всех посносило. И мы потом весело, ломая рычаги и подвеску, ездили на больших машинах по полям. И, собственно, эти датчики, наши зонды искали, чтобы смотреть там классные видосики и воочию, опять же, убедиться о том, что земля на самом деле круглая. Да, если кому-то интересно в Инстаграме Кефира, легко найти, собственно, Кефир Геймс. В Инстаграме есть видео как с первой, так и со второй нашей экспедиции. Действительно получилось круто. Действительно всем понравилось. Ну, вот мы просто всегда ищем какие-то интересные развлечения для себя, в первую очередь. Потому что, опять же, да, Волгоград город небольшой. Каких-то супер-ивентов или каких-то грандиозных концертов у нас не то чтобы часто. Ну, по крайней мере, уж точно реже, чем в Москве и в Санкт-Петербурге. Поэтому мы стараемся, по крайней мере, в рамках Кефира для своих ребят, для наших ребят сделать что-то интересное, крутое, чтобы никто не скучал, ну, чтобы как-то развеять какую-то общую рабочую рутину. Ну, то есть, так это соригинальничать, да? Не как вот это вот обычно куда-то выехать там, в какую-нибудь Турцию вывезти всех там и накидаться. А что бы со смыслом, с зондами там и всем остальным? Слушай, ну, про Турцию, про Турцию как бы тоже у нас есть. Не то чтобы совсем Турция, да. Но любим, знаешь ли, на день рождения студия, он 8 декабря, сменить достаточно суровую волгоградскую зиму. Но сменить на теплое, приятное солнышко и белый песочек, поэтому вот второй раз уже, наверное, в прошлом году вы вылетали, ну, опять же, в рамках немножечко саморекламы, вылетали на Мальдивы, да, всей компанией. Ребятам, опять же, ребята брали с собой там, своих, семью свои, семьи свои брали, там, кто-то жен, там, в общем, было весело, прикольно. На самом деле есть у нас и такой, и такой отпуск пляжный, есть и активный. Стараемся по максимуму, в общем, и во всех направлениях делать круто. Слушай, здорово, а что-то, что-то я хотел тебе еще поспорить, не, прям, прям очень полезно, мне, честно говоря, очень-очень нравится то, что это поддерживают, мы, не знаю, в курсе-то или нет, мы делаем там с мужиками, с Disgusting Man серию роликов в рамках конкурса по поводу того, что неважно где ты, откуда ты, знаешь, вот ты всегда можешь сейчас действительно легким порогом входа пойти и построить или свою какую-то историю, или всегда обязательно в больших городах есть, ну, не только в больших, а и в регионах всегда есть разнообразные студии, которые делают что-то крутое, вот как вы в Волгограде, но, собственно, другие известные примеры, это там Майтона в Якутии тоже, там, да, там, Плэрикс в Вологде, как, кстати, вот, если хотите, если хотите так, не злобно, но весело, как это, потроллит Алексея, начните в разговоре с ним, будучи девелопером, путать Волгоград с Вологдой и посмотрите, что из этого получится. Вы будете далеко не первым, кто это делает, и я не думаю, что вам это сильно поможет в ваших совместных делах, но посмеется, обхохочетесь, как минимум. Обязательно где-то, да, обязательно где-то в этот момент наша с тобой общая знакомая Олеся Андреевна своим заливистым смехом обозначит еще одного того счастливчика, который перепутал замечательные города. Да, кстати, ну, куда ж без Олеси, собственно, нужно же обязательно вспомнить, упомянуть, а то заливистый смех и нас догонит, можно сказать, тоже в какой-нибудь другой ситуации. Олеся, привет. Вот, хорошо, слушай, ну, такой, я очень не люблю начинать с этого интервью, разговора, да, то есть там и вот в рамках текущей рубрики, беседы, ну, потому что все об этом говорят, но тем не менее, ты упомянул, что вы перешли на четырехдневку, это, как известно, модная тенденция вообще в Европе, там, в Америке сейчас в куче компаний. Как карантин повлиял? Вы по домам работаете? Что у вас происходит? Да, на самом деле мы переехали все по домам даже, наверное, сильно раньше всеобщей, скажем так, карантинизации и сидим уже, не знаю, какой третий месяц получается. На самом деле каких-то особых проблем у нас нет, в общем-то, не то чтобы мы сильно к этому готовились, но сам формат работы вообще компании, мне кажется, достаточно гибок к подобным вещам, к удаленной работе, ну, опять же, да, там, если брать тот же Playrix, упоминаемый у них, в принципе, так построено практически все. Не думаю, что для кого-то это должна была быть сильно большая проблема, опять же, куча вещей сейчас, которые позволяют и находиться на связи постоянно, то есть это какие-то там созвоны в тысяче мессенджерах, это и какие-то вещи для совместной работы удаленные. Мне кажется, вот тот, кто скажет, что в этом вопросе раньше было лучше, вот он точно не прав. То есть сейчас, мне кажется, это сделать достаточно легко, какое-то снижение в производительности мы не сильно заметили, возможно, там чуть больше проект-менеджеры как-то напрягаются, но и по делам им, потому что, да, никто не любит менеджеров, как я уже и говорил. На самом деле, да, чтобы, ну, карантинная, наверное, вся эта история, она больше влияет на какую-то скуку и утомляемость людей, потому что ты, даже если у тебя какие-то есть задачи, опять же, та рабочая рутина становится еще более монотонной, потому что ты теперь даже и в офис не ходишь. Если раньше ты мог там как-то прерываться и с кем-то там потрещать за кофе или сигареткой, если можно употреблять слово сигаретой еще, да, то сейчас, да, ты сидишь, собственно, как проснулся в труселях, так и за компом сидишь в труселях. И для этого у нас в Кефире девочки, которые у нас занимаются уютом, скажем так, и офисными разными приколюхами делают очень классные вещи. То есть у нас рассылаются специальные там небольшие подарочные паки какие-то ребятам, ну, просто ради веселья, да, то есть у нас есть какие-то трансляции там еженедельные практически, где мы устраиваем, ну, какой-то отвал башки, то есть у нас там мы открыли свой, скажем так, онлайн-бар, где у нас первая трансляция была там, да, из крафтового пивного бара, и всем ребятам приходили специальные посылочки с пивами разными, про которые мы рассказывали, и которые мы в течение трансляции там с удовольствием дегустировали и попивали. Вторая наша трансляция была, у нас был коктейльный бар, и опять же ребятам приходили коробочки с кучей различных ингредиентов, которые профессиональный бармен рассказывал, как, в какой пропорции смешивать, что из этого получается, рассказывал историю коктейля, тоже все было достаточно интересно, и вот, наверное, да, на этой неделе у нас вроде как должна быть еще одна трансляция, не буду пока спойлерить какая, но потом обязательно расскажу. Вот, а для того, чтобы после карантина, когда мы вышли, все было вообще классно, и никто не сильно скучал по нашему онлайн-бару, скажем так, к которому там многие смогли пристраститься, а для кого-то это переросло уже в серьезную зависимость, скажем так, мы откроем свой офлайн-бар, скажем так, в Волгограде, потому что, да, еще один небольшой минус Волгограда в том, что выпить где-то или отведать каких-то крутых коктейлей, если это не водка, Red Bull или там условно не виски с колой, достаточно проблематично. Поэтому мы открываем свой бар, пока он будет исключительно для ребят из кефира, куда сможем приходить и действительно пробовать какие-то вкусные, вкусные, интересные штуки и классно проводить вечера. Ну, в Москве ты знаешь, где тренироваться, в Лондоне, в Англии, я тебя тоже всячески вас жду для проведения экскурсы и знакомства с работой коллег и конкурентов, для того, чтобы бар блистал, скажем так. У вас, от вас присутствует в жюри Тома Кошкина, да? Я так понимаю, что она геймдизайнер. Как удивить Тому положительно? Скажи нам, пожалуйста. На самом деле, да, удивить ее достаточно сложно, потому что эта миниатюрная хрупкая барышня водила в ванильном Варкрафте рейды, да так, что у здоровых мужиков слезы текли от осознания своей беспомощности и никчемности. Поэтому следить она будет, да, строго и пристальнее, возможно, еще более строже и пристальнее, чем получилось у меня в прошлом году, но, тем не менее, это очень профессиональный человек, то есть она в Кефире, вот она в Кефире как раз-таки дольше меняющая, она в том самом коре, про который я говорил изначально, и, скажем так, прикоснулась ко всем нашим классным проектам. Да, и, собственно, перед тем, как переходить к нашей финальной рубрике про совет разработчиками, хотя я не могу не спросить, потому что вот чем мне всегда нравится общаться с Кефиром, с Алексеем, в индустрии постоянно возникают какие-то безумные, это не слухи, это новости прям, после которых хочется задаться вопросом, что опять происходит в Волгограде. И вот недавно общаясь, мне Леша говорит, а можно я, мне говорит, на интервью как, лучше на крыше или лучше с Пумой прийти? Я говорю, в смысле, с Пумой в спортивном костюме Пума? Он говорит, нет, Пума животное. И выяснилось, что в попечении компании Кефир на данный момент находится бродячий цирк-зоопарк Шапито. Леша, во-первых, что происходит еще раз? Вы каким образом? Объяснитесь, пожалуйста, общественность. Ну, Волгоград, ребята, тут как-то нужно пытаться себя развеселить, да, и придумывать себе самим какие-то челленджи. На самом деле мы с этим очень здорово справляемся. Но есть, скажем так, расскажу немножко про другую сторону Кефира. То есть Кефир – это классные проекты, это классные условия, это там какие-то сумасшедшие вечеринки, выезды и вообще времяпрепровождения. Есть еще другая часть Кефира, которую мы на самом деле стараемся не то чтобы сильно афишировать, ну, по крайней мере, там, да, первыми об этом не говорим и никогда не просим писать. Это наша социальная ответственность. Кефир достаточно сильно, достаточно большой игрок в городе, в нашем городе Волгограде. У нас есть много социальных программ, направленные как раз-таки на помощь ребятам, на помощь ребятам, которым кроме нас помогать-то не особо кто-то и может. Может, кто-то и хотел бы в рамках города, но не получается. В том числе и администрация, и прочим ребятам. То есть это детские дома, приюты, больницы или онкологические центры. Поэтому, ну, в силу своих возможностей мы пытаемся таким людям помочь. Здесь, опять же, история, как и про конкретную помощь в критический момент, условно материальная помощь, да, если там, ну, много кто обращается, когда нужны деньги на операцию, их негде взять просто. Или там еще в какие-то не очень хорошие моменты. Так мы и пытаемся наладить, опять же, какую-то там поставку лекарств, либо какого-то оборудования в учреждения, у которых, которые не могли бы такую помощь подобную получить, там, ну, на протяжении нескольких лет, условно, у нашего города. Ну, вот цирк, про который я тебе рассказывал, это не такая грустная история, но, тем не менее, заключается, в общем-то, она в следующем. Приехал цирк, бродячий, Волгоград, там, условно, с какой-то программой и с каким-то расписанием концертов, и как раз-таки попал вот в это неприятное карантинное время, когда представления давать они не могут, и уехать они как бы тоже не могут. А зверей, в общем-то, кормить-то все равно надо, и там ежедневные мясные инъекции им никто не отменял. Соответственно, я просто узнал об этом случайно, да, прочитав какую-то новость, мы поговорили с ребятами, решили, что, ну, абсолютно в состоянии помочь, помочь этим зверятам, зверятам-малышатам. Посмотрели, съездили, посмотрели, действительно, не то чтобы, опять же, несмотря там на не сильно лояльное мое отношение к подобного рода, рода, скажем так, циркам и прочим вещам. Да, заведения. Животные все достаточно ухоженные там были, все там обласканные и, ну, максимально чистые, скажем так, в абсолютно комфортных условиях. И, в общем, в итоге, да, мы теперь содержим пуму, двух львов и пуделя, по-моему. Такая вот история, да. Пудель-пудель примазался, он вообще не из цирка, он просто, просто, вероятно. За компанию, да, почему нет? Ну, на самом деле, да, к чести предпринимателей города тоже там откликнулись, там, например, один из наших сетевых магазинов, он, например, там кормит медведя. Мы кормим, да, мы кормим пума, ребята из цирка, на самом деле, пообщались, оказались, да, очень хорошими. Вот 1 июня они будут делать онлайн-выступления для, опять же, там, детей из неблагополучных семей, из приютов, просто, ну, естественно, без каких-то там денег за бесплатно все это. И один из наших сетевых представителей партии «Единая Россия» кормит медведя на Волгограде. Ну, не будем, не будем. Неожиданная бублическая шутка на интервью, ну, клево же. Слушай, ну, здорово, Леха, я, ну, ты знаешь, я всячески поддерживаю это все, мы сами большие любители там периодически про всячески что-то помогать, поблаготворительствовать, и очень здорово то, что вы, как бы, так заботитесь о городе, в котором вы живете, и помогаете людям с проблемами, не только людям, а еще и пупуме, двум львам и пуделю. Я пудель, я просто пытаюсь себе представить, как он оказался в этой компании. Прям, прям, молодцы. Он у них на скрипочке играет, вот такой вот смешной квартет получается. Не, он такой оказывается просто в... Вы такие, и пудель, но для удобства в одну клетку их, пожалуйста. И пудель такой, нет, я не пудель, говорит Путин. Вот, ну, я думаю, что там обошлось все. Да, Леша, ну, и подходя к финалу нашего интервью, которое, по-моему, получилось крайне полезным, интересным, местами забавным, и точно уж информативным, наша финальная рубрика, в которой, ну, обычно я прошу наших гостей посоветовать, так сказать, с постамента своего опыта три вещи для начинающих разработчиков, которые приходят в какую-то компанию, либо начинают делать свой проект. Вот ровно три, что бы ты рекомендовал бы? Ну, с постамента, наверное, сильно будет сказано, с небольшой табуреточки, по крайней мере, того, что получилось за какие-то там последнее время, просто для себя, опять же, уяснить. Самый главный и большой совет, про который мы сегодня говорим, по-моему, все интервью, это о том, что играйте в игры. Не играя в игры, вы не сможете сделать что-то действительно крутое, что понравится кому-то, кроме вас. Опять же, если мы говорим о индустрии игростроения, как о бизнесе, будет недостаточно вас и, условно, там, мамы, которая скажет, что вы молодец. Нужно делать игры, в которые будут играть люди. Мы всегда пытались этим заниматься. То есть, условие, что игра нравится тебе, оно обязательное, но абсолютно недостаточное для того, чтобы сделать классную игру. Это первое. Играйте в игры. Второе. Не пытайтесь повторить чей-то успех. Очень редко, когда клон получается успешнее, чем оригинальная игра. Да, сейчас можно привести очень много примеров, которые опровергнут мою позицию, но, тем не менее, это вот это явное следствие ошибки выжившего. Гораздо больше проектов, которые добивались ничего, по факту. Клонов много. На клонах невозможно сделать что-то действительно крутое. Если хотите, чтобы вас заметили, делайте самобытные, прикольные игры. Но, опять же, не забывайте, что это игры, в которые нужно играть, в которые будут играть другие люди. Ну, и третье. Это уже, наверное, больше относится к тому периоду, когда вы собрались, вы сделали игру, и вот поехали уже на какую-то конференцию эту игру представлять. Никогда не пытайтесь понравиться другим людям, оставайтесь собой. Это не значит абсолютно, что не нужно мыться и ходить условно в вытянутых трениках, если это вы. Нет. Не нужно пытаться поставить себя или выставить себя тем, кем вы не являетесь. Это всегда видно, опять же говоря, о российской игровой индустрии. Она не такая большая, все друг друга знают. Не стоит начинать, скажем так, свое вхождение в этот прекрасный и дружный мир и коллектив с какой-то фальши, которая очень быстро развеется. Ну и три сносочка один, скажем так, всегда платите за свои коктейли. Есть в этом проблемы. Это актуальная тема в последнее время. Плати за себя, если не предлагают, слишком же активно. Большое спасибо, Лёш, на самом деле, очень действительно клёвое интервью. Большое спасибо, что пришёл. И будем обязательно ждать тебя на прочих уже других форматах, стримах и интервью на протяжении всего всех последующих семи месяцев конкурса. Хорошего дня. И для того, чтобы отработать сегодняшнее спонсорство, космическое агентство NASA. NASA делает нас ближе к звёздам. Большое спасибо за это. Ну а в остальном, да, действительно, хорошего дня и крутых проектов. Будем видеть, сообщаться дальше. Пока. Да, Лёш, спасибо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok